Здравствуйте, друзья! У банков очень большие проблемы. Банки могут попасть в большие неприятности просто из-за того, что они сделали. Агентство Moody's понизило рейтинги 10 американских банков малого и среднего размеров. Wells Fargo, City и JP Morgan имеют почти 4 миллиарда безнадежных кредитов. 25 ноября рынок обратного репо сократился на 65 миллиардов долларов. А 2 декабря, то есть вчера, он потерял 100 миллиардов долларов. Что это значит? Это означает, что мы приближаемся к кризису ликвидности банков, такому, какого еще не было в финансовой истории. Вот почему золото достигает исторических пиков. Вот почему биткоин вырос почти до 40 тысяч долларов. В прошлом году центральные банки купили больше всего золота за год, с тех пор, как Всемирный совет по золоту, начал отслеживать этот показатель в 1950 году. Почему миллиардеры делают это? Давай попробуем соединить точки вместе. Вспомни, в марте, когда рухнуло несколько банков США, биткоину это понравилось и он вырос. Сейчас мы приближаемся к похожему событию. И когда оно произойдет, мы должны быть готовы. И в этом видео я расскажу, что именно происходит. Но прежде чем мы начнем, не забудь поставить лайк и поделиться этим видео у себя в социальных сетях. Ведь чем больше людей об этом узнает, тем больше людей будут к этому готовы. И меньше людей окажутся у разбитого корыта. Посмотри, что делают крупные банки. Джей Пи Морган продолжает массово увольнять сотрудников. Вэлс Фарга ожидает еще большего количества увольнений впереди. Голлман Сакс увольняет 3000 сотрудников. Крупные банки втихую увольняют тысячи сотрудников. И еще больше сокращений последуют в будущем, потому что они знают, что грядет. Посмотри на это. Операции обратного репо вчера сократились более чем на 100 миллиардов долларов. Денежные рынки, фонды и банки используют обратное репо для хранения наличных высоколиквидных казначейских облигациях США. Это позволяет им получить не только ставку по фондам ФРС, но и так называемую ставку APR в размере 0,05% за свои овернайт займы в обмен на трежери биллс, а также делать обратную операцию каждый следующий день. Но ФРС США ввела новые повышенные требования к первоначальной марже, что повышает минимальный уровень капитала, необходимый для ведущих финансовых институтов Америки. Поскольку из системы, как мы видим на этом графике, высасывается ликвидность, через овернайт репо сделки у банков остается меньше капитала, с помощью которого можно удовлетворить новые требования по маржинальному обеспечению. Это может привести к вынужденной распродаже активов, когда банки получат маржин колл со стороны DTC, OCC, NSCC и других, что также заденет хедж-фонды и семейные офисы. Мы наблюдаем зарождение кризиса ликвидности банков, в то время как ФРС разблокировала только 10% своих ипотечных ценных бумаг стоимостью более 2,7 триллиона долларов. Началась коррекция рынка жилья, цены на продажу новых домов упали на 20%, а показатели продаж существующих домов за год рухнули до уровня 2009 года. Также существующее предложение домов только что начало расти. Продажи жилья упали до рекордно низкого уровня, даже хуже, чем во время финансового кризиса. Ожидаемые продажи жилья в октябре упали до самого низкого уровня с тех пор, как Национальная ассоциация риэлторов начала отслеживать их в 2001 году. А ведь у банков есть масса ценных бумаг, которые обеспечены ипотечными, жилищными и коммерческими кредитами. Это 719 миллиардов долларов риска. И еще 2 триллиона, если говорить про коммерческую недвижимость. В то же время 45% депозитов Goldman не застрахованы FDIC, а у JP Morgan таких депозитов и вовсе 55%. FDIC, Федеральная корпорация по страхованию вкладов, способна покрыть только 1,4% всех депозитов. Поэтому не имеет особого значения, сколько депозитов не застрахованы у Goldman и JP Morgan. FDIC – это как страховка от пожара. Если сгорит один дом, страховка это покроет. Но если дом сгорит у каждого, пиши пропало. Поэтому, когда все полетит кувырком, вот что будет происходить. Те, кто будет наверху, скорее всего, получат страховку. Остальные останутся с носом. И именно поэтому золото и биткоин могут рассматривать как страховку вместо FDIC. Все они делают ставку на спасение, финансируемое из федерального бюджета за счет народных денег. Перед лицом, возможно, худшей рецессии, которую мир когда-либо видел. Из-за этой схемы понцы – печати денег и раздачи финансовой помощи учреждениям в 2020 году, когда ФРС пришлось взять на себя управление рынком репо, чтобы предотвратить полномасштабный обвал фондового рынка. Это предсмертные муки денежной системы, которые неизбежно повлияют на мировую экономику и на все наши финансы, даже если это будет незаметно на первый взгляд, как инфляция за последние два года. Но последствия, так или иначе, однажды почувствуют все. Теперь ты понимаешь, что происходит. Посмотри на золото, достигшее исторического пика в 2090 долларов за унцию. Посмотри на биткоин, который стремится к 40 тысячам долларам. Это благодаря в том числе и большим рискам, которые нависли над банками сейчас. Биткоин и золото – это настоящая страховка FDIC. И в марте мы видели это на примере коллапса, например, Silicon Valley банка. Многие люди сумели спасти свои вложения от коллапса банка с помощью биткоина, просто убежав в биткоин. И именно это привело к его росту тогда. Сейчас мы видим зреющий коллапс банков, и именно поэтому я думаю, что в ближайшие пару лет и биткоин, и золото будут очень хорошо себя чувствовать, потому что сейчас назревает идеальный шторм для них. Точнее, даже не сейчас это случилось вчера, когда из рынка репо вывели 100 миллиардов долларов. Все больше и больше стран это понимают и делают ставку на золото, чтобы защититься от риска. Индия и Китай продолжают массовую скупку золота. Посмотри на этот график, что происходило с золотом во время кризисов, во время великого финансового кризиса, пузыря доткомов или во время пандемии. Также и люди, не страны, находят защиту от банковских коллапсов в биткоине. Есть причина, почему наша уверенность в бычьем сценарии растет. Она заключается в банковском кризисе в марте этого года. Что тогда случилось? Биткоин вырос с 19 до 30 тысяч долларов. Почему? Потому что это был побег в безопасность. Биткоин это страховка, которую в конце концов все захотят. Тюдор Джонс также увеличил долю своих инвестиций в биткоине с одного процента до пяти. Обрати внимание на это. Это количество сотрудников различных американских банков. Количество сотрудников Банков Америка упало на увольнение. В крупных банках исчисляются тысячами и их будет еще больше. Я думаю, что чем ближе мы будем подходить к кризису ликвидности у банков, все больше из них начнут склоняться к искусственному интеллекту и новым технологиям. Вместо сотрудников будет ИИ. Банки будут стремиться сокращать расходы. Посмотри, например, на Citibank. Они готовятся избавиться от 10% своего персонала. Это примерно 24 тысячи работников. 19 октября, например, было известно, что пять крупнейших банков сократили в общей сложности 20 тысяч сотрудников в этом году. Но в течение 45 дней после этого объявления Citibank увольняет 24 тысячи сотрудников, а TD Bank еще 3000 сотрудников. Теперь это число достигает 50 тысяч сотрудников. За полтора месяца число сокращений удвоилось. И если посмотреть на то, что происходит на рынке обратного репо, 15 ноября сокращение на 65 миллиардов долларов, 2 декабря на 100 миллиардов долларов, мы видим, что банки продолжают ужесточать кредитование до таких масштабов, которых мы не видели, наверное, с 2008. Тогда мы видели нечто похожее, но сегодня ситуация выглядит еще более серьезной. Ситуация с коммерческой недвижимостью, например, становится хуже. Это уже 2 триллиона долларов, которые должны быть рефинансированы в следующем году. Уже в 2024 году 2 триллиона долларов. Корпорации должны рефинансировать этот долг. Банки должны рефинансировать этот долг. Мы идем навстречу абсолютному цунами. И я думаю, что это будет одной из самых лучших возможностей для инвесторов за все время. Все больше людей, все больше инвесторов, все больше институтов и все больше стран придут к золоту и биткоину. И я рискну предположить, что даже некоторые банки к этому придут. Я думаю, что мы увидим, как некоторые люди сделают невероятное состояние на биткоине и криптовалюте, но еще больше людей потеряют практически все, потому что они не оказались готовыми. Но мы с тобой готовы. Мы занимаемся правильным бизнесом. У нас нет долгов, нет кредитов и кредитных карт. И что самое главное, мы инвестировали в правильный актив. Мы инвестировали в биткоин. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok